Выступление Си Цзиньпина на саммите Большой Двадцатки вызвало большой отклик у иностранных экспертов. Специалисты отмечают, что предложения китайского лидера могут изменить к лучшему ситуацию во всем мире. Более того, у КНР есть реальный опыт решения многих проблем, и другим странам стоит его использовать. Одно из таких направлений – борьба с бедностью. За последние 40 лет Китай вывел из черты бедности более 800 миллионов своих граждан. Другие страны, в том числе и Африка, они должны учиться. Учиться у Китая, как они это сделали. Это же не с неба свалилось, это сильное государственное управление, это методики, это мотивация, это вложение, это инвестиции, это человеческий фактор. Специалисты также высоко оценили идеи Си Цзиньпина миропорядка. Однако ученые отмечают, не все члены «Большой двадцатки» готовы принять эти предложения. «Большая двадцатка примерно состоит из двух частей. Одна часть – это страны БРИКС, и эта часть готова к современному сотрудничеству, решению всех экономических и политических проблем на основе равноправия и взаимновыгодного сотрудничества, учета интересов каждой страны. И вторая часть – туда в основном входят страны «Большой семерки». Вот они пока еще не готовы к этому. И поэтому товарищ Си Цзиньпинь обращается к ним прежде всего». Эксперт уверен, все страны должны поддержать новую модель мироустройства, которую предлагает Китай. Это очень важно, ведь старые политические и экономические инструменты уже перестали эффективно работать. Но они не должны исчезнуть. Напротив, необходимо их улучшать, заставляя служить на благо всего человечества.